Дороги в частном секторе Собинки выглядят так, как будто здесь только закончилась война. Местные жители вспоминают, ситуация не менялась практически 20 лет. Люди звонили, писали, жаловались в администрацию, но всё бесполезно. Некоторые жители самостоятельно пытались решить дорожный вопрос. Дорогу я цепаю. Я в этом году 10 машин покупал, вот этот самый битый кирпич, всё покупал. И делал возле себя, чтобы подъезд был. Хочу жить по-человечески. Хотя, ну, не до асфальта дело. На пенсию много не купишь. И всё равно я стараюсь. Почему наше вот это руководство ничего не думает? К слову, зима – один из благоприятных периодов жизни частного сектора. Грязевое месиво, которое принято называть дорогой в минусовую температуру, отдалённо напоминает её. Жители говорят, что без внедорожника сюда лучше не соваться. У нас здесь слякоть и всё на свете. Это сейчас подморожено, сейчас ещё более-менее. А весной и осенью, и летом иногда. Они все здесь торчат. Вытаскиваем их здесь по очереди. То уазиком, то трактором. К нам ни скорая не ездит, боятся ездить, ни газ отвозить отказываются. Не говоря про дрова, опилки. Всё, нам это надо. Мы в своём доме живём. Два года лежит заявление. Страдает от чудовищного дорожного полотна не только рядовые жители, но и предприниматели. У Светланы Дудаковой на этой улице свой магазинчик. Но, скорее всего, о нём придётся говорить в прошедшем времени, сетует хозяйка. Так как поставщики продуктов просто отказываются привозить товар, ссылаясь на то, что по такой дороге бьются бутылки и рассыпаются крупы. Если честно, мы отбросы общества. Нас людей здесь никто не считает. Нас закрыли вот так вот на нас глаза. Вы валяйте, как хотите. Выживите, выживите, не выживите. Выгребайтесь, как хотите. И такая ситуация сразу на нескольких улицах частного сектора. Дыры. Зимой, по словам жителей, снег убирает грейтер. Но лучше бы он этого не делал. Всё, чем жители самостоятельно латают дыры после прохода тяжёлой техники, оказывается в канавах по обе стороны дороги. И так каждый год. А в труднодоступных местах, где грейтер не проходит, люди настолько отчаялись, что просили местную власть привезти им даже не щебень, а просто строительный мусор, чтобы хоть как-то залатать проезд. Или что-нибудь строительный мусор какой-нибудь такой, чтобы не проваливался. Вон как в тех улицах сделали. Там грамотно сделали. Всё нормально. Подняли эту почву, подняли всё. И машины ездят, и ничего не проваливают. Но у нас, у нас, как будто что-то где-то что-то специально сделали. Как будто вредители сотворятся. Вот в чём дело. Ещё одно аномальное явление частного сектора, по мнению местных жителей, это то, что одним делают всё и сейчас, а на других вообще не обращают внимания. Так, например, на соседней улице всё в порядке. И вот почему. Здесь асфальт наложен. Правда, не видно под снегом. Стоят знаки дорожные, как вы видите. Был слух про Степашину. У него живёт здесь крестница или племянница. Вот прям недалеко, вот прям до следующего прогона он ей проложил асфальтированную дорогу, как говорят. В городской администрации сообщили, что с проблемой знакомые мониторить ситуацию в частном секторе. Чиновники отметили, что в настоящий момент грейдер сломался. Поэтому дорога выглядит не лучшим образом. А вот с гололедицей на ней бороться не будут. Посыпали бы хотя бы, элементарно бы чем-нибудь. Там один сплошной лёд. Там коньки одевай и катайся. Посыпать я вам сейчас ничего не могу сказать по посыпке дороги. А как нам ходить? Вы нам предлагаете коньки одеть? Ну, у нас запланировано, скорее всего, только с твёрдым покрытием на дороге посыпка. Единственную хорошую дорогу в частном секторе профинансировали из районного бюджета, пояснил чиновник. В городской администрации и рады закатать все дороги в асфальт, но на это просто нет денег. Для того, чтобы сделать асфальт-бетонное покрытие, необходим проект. Потому что переход с одного вида покрытия на другое, разумеет собой реконструкцию дороги. На реконструкцию, к сожалению, у нас нет денежных средств пока. Есть только денежные средства на содержание. В ближайшее время жителям частного сектора чудо ждать не стоит. Тщательным образом изучить разбитые дороги и предпринять хоть какие-то шаги по их восстановлению, власти обещали только будущей весной. Михаил Месьянчик, Александр Мажаров, 6 канал.